Друзья, приветствую всех на канале AtomanoFlife. Сегодня начинается мой очередной влог, начинается очередной день. Начинается у меня сегодня с 7 утра, но сейчас время уже около 8, без 15.08. И я сейчас собираюсь для того, чтобы поехать в город Йена и делать там операцию по удалению зубов мудрости. Теперь я буду совсем не мудрый. Если вам интересно, как пройдет мой сегодняшний день и как я буду выглядеть после операции, то смотрим это видео до конца. Все, я нахожусь в городе Йена, и вот здесь, в этом здании, на пятом или на шестом этаже, будет делать мне сейчас операцию. Пошел я. Так, друзья, закончилась моя операция. Вы видите, что я говорю, не очень хорошо, потому что я не чувствую эту часть вообще, вообще не чувствую. Как я и сказал, я не чувствую полностью эту часть, потому что она у меня еще под наркозом, или как это называется, точно не знаю, я не медик. И сейчас я иду в номер-зал, в бус банков в объявлении и еду домой. Продолжение следует... 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 Что он хотел в первую очередь сделать? Он хотел выделить рядом стоящий зуб, который был поврежден. И так как он был поврежден, естественно, он обломился. И когда обломился, он говорит, вот, например, вот случай, когда зуб обламывается медсестой, или врачу, давайте назовем это врачом, врачом ее. Скажут, что вот такой вот случай бывает, что вот обломился зуб, что нужно делать? Начал там выковырить, все мне вычищать, стоял только скрежет, ничего не чувствовал, я абсолютно было все нормально. Стоял только скрежет, и слышны были, как падают части зуба на железный поднос, или там железных тарелочках. Она ему объясняла, что мы в той клинике, где она работала, делали немножечко по-другому, вырезали немножечко по-другому. Потом началось самое интересное, началось вырезание из-под десны зуба мудрости, так как он находился у меня под десной, он был в лежачем положении, он был очень большой. Нужно было сначала разрезать десну. Секундочку, мне просто плохо, уже от боли плохо, действительно. Разрезали десну, и потом начали выпиливать этот зуб, выпиливать его, там прям, прям, пилкой выпиливали. На несколько частей распилили, потом все это вытащили. Вся эта процедура проходила, знаете, наверное, минут 25-30, не больше. 25-30 минут. Врач профессиональный, делает все классно, корректно, суперски, без боли, потому что было все обезболено, сейчас боль пошла. Что мне сказали по окончанию этой операции? Во-первых, мне наложили очень много швов. Я насчитал 7 либо 8, то есть потому что шов делается, обрезается, шов делается, обрезается. Вот мне 7 либо 8 швов наложили. Простанство здесь большое теперь без зубов, то есть как бы один большой зуб был, и еще один рядом стоящий, выделил на нем. Он мне сказал, что в течение месяца, полтора, не стоит есть морковку, жесткие продукты питания. Говорю, окей, хорошо, это так пошутил, но я шутку эту понял. Так как у меня много, большой захват был удаленный, ну, где удаляли зубы, мне прописали антибиотик, прописали мне обезболивающее. Далее, больничный до понедельника, включительно, 24-го числа, сейчас я буду находиться на больничном. Сказали, чтобы я приехал к ним еще раз на контроль в четверг, хотя изначально, что я могу во пользу сходить, здесь к врачу к своему, и он проконтролирует. Мне так не будет. В четверг я еду на контроль, и сказали, если что-то будет очень сильно болеть, то не надо ждать четверга, нужно будет приехать завтра, либо послезавтра. То есть, сильная боль, или что-то пошло не так, то нужно будет к ним приехать. Такая сегодня не очень благоприятная история в сегодняшнем влоге произошла, а точнее, ну, в дальнейшем она будет благоприятной, зуб удален, никаких теперь повреждений в дальнейшем не будет. Но сегодня я буду переживать не самое лучшее время послеоперационное. Я думаю, что сегодня не удастся мне даже поспать, потому что сейчас я попытался чуть-чуть прилечь, и очень прям такая, знаете, дергающая боль. Очень больно. Вообще даже разговариваю с трудом. Все, я вроде вам все рассказал. Спорт сегодня, естественно, отменяется. Пока на сегодня. У меня, в принципе, сегодня была ходьба, я сегодня в Аркуте. Я немного походил, то есть свои 15 тысяч шагов я сделал. Час я походил в любом случае. Поэтому, ходьба или бег, поэтому отменяется. По поводу питания. План питания нарушается. Естественно, я не могу ничего сейчас поесть. Сегодня вообще ничего есть не буду. Попытался воды попить. Очень сложно. Еще часть одна замороженная. Вытекает все. Не получается. То есть, как бы... Да, такое-то. Если что-то еще произойдет позже, я вам расскажу обязательно. Если нет, то просто попозже вечером мы с вами еще обсудим, как на тот момент вечером у меня будут идти дела. А сейчас пока все. Пойду попытаюсь немножко успокоить эту боль. Я уже выпил две таблетки, но нет, не помогает. Итак, сейчас у нас вечер. Как видите, у меня пухла щека. Довольно-таки хорошо пухла. Я продолжаю наслаждаться болью, отходником, которым у меня идет после операции. Классно, супер. Такой самый мазохист, который любит боль. Конечно, это шутка. Мне пришлось выпить сразу. Сильный боль наступил, наверное, через часа. Четыре, может быть позже, когда я снимал последнее видео, еще через час у меня пошла сильная-сильная боль. Я выпил две таблетки, это не помогло. Через час, наверное, выпил еще две таблетки, четыре таблетки выпил. И вот это более-менее как-то мне помогло. Видите, как прямо пухла, сильно оказывается. Я сейчас вот смотрю в камеру. Сейчас время около десяти часов. Начинает опять появляться боль, скорее всего, на ночь еще выпьет таблетки. Не знаю, посмотрим. Хочу сказать, что у нас сегодня будет сегодняшний влог заканчивать. Если вам понравилось это видео, как всегда ставим лайки, либо поставим дизлайки, уже не важно. Если честно, уже не важно, что вы поставите. Потому что у меня сейчас такое прям состояние болезненное. Подписываемся на канал Atomone of Life. Постараюсь завтра быть посвежее. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы сам первым знать из всех тех видео, которые выходят на моем канале. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео и без байт. Чувус.